Мать Миранда, владычица земель вокруг неизвестной деревни, мутанты и по совместительству ученая, первая обнаружившая метамицель и выведшая из него плесень. Проводила эксперименты над жителями деревни и была озабочена желанием воскресить свою погибшую дочь, что привело ее к работе с организацией соединения вместе с тем и к Итану Уинтерсу. И прежде чем начать, видео создано при поддержке компании VisionTech. Если вы не хотите тратить свое время на сборку ПК, для вас есть решение. Компания VisionTech обладает всеми необходимыми мощностями для построения компьютера вашей мечты. Подсветка, кастомное водяное охлаждение, компактный ПК. Профессионалы из компании VisionTech всегда найдут решение для вас. VisionTech. Превосходство в мире игровых ПК. История Миранды началась на закате 19-го столетия, в небольшой горной деревне Восточной Европы. Судя по обнаруженным записям, Миранда родила свою первую и, как пока что известно, единственную дочь Еву в 1909 году, но уже спустя 10 лет, в 1919, до деревни добралась Испанка, погубивший по подсчетам не менее 17 миллионов жизней по всей планете. Хворь почти искоренила всю деревню. Трупов было так много, что людей пришлось хоронить даже на главной площади. И потому неудивительно, что ею заразилась и Миранда с дочерью, но если симптомы матери закончились пневмонией, то маленькая Ева умерла. Миранда не могла справиться со своим горем и потому решила добровольно лишить себя жизни. Отправившись против течения реки, Миранда искала место, где могла бы умереть, чтобы воссоединиться с дочерью, но вместо этого нашла пещеру, заполненную непонятными корнями грибка. Коснувшись одного из них, Миранда заразилась чем-то, что сама назвала плесенью и в одночасье получила знания и воспоминания сотен или даже тысяч людей, которых за все время своего существования поглотил грибок. Среди них была также и Ева, чья могила находилась прямо в центре деревни. Почувствовав свою дочь и обретя невероятные объемы знаний, Миранда сразу же обоготворила грибок, назвав его Черным Богом и стала задумываться о воскрешении своей дочери, для чего готова была пожертвовать всем. Она пришла к выводу, что для воскрешения Евы необходимо было найти подходящий, что самое важное, сильный сосуд, которым могло стать тело человека, потому неудивительно, что ее первыми жертвами стали жители ее родной деревни. Но она поняла, что будет недостаточно просто воскресить Еву в чужом теле, нужно было сделать для нее идеальный сосуд. Вернувшись в поселок, Миранда стала заражать жителей плесенью, что излечило их болезнь взамен на подчинение. В местной церкви она объявила себя пророком Черного Бога, а сами жители стали считать ее деяния чудом. Очень быстро христианство было заменено верой в Черного Бога, а Миранду стали называть Матерью. Благодаря фактически что бессмертию, которая была подарена Миранде грибком, она стала изучать науку, а именно биологию и генетику. Стала делать эксперименты в пещерах под кладбищем, которые стали ей лабораторией и спустя время создала Каду. Паразитов червей, которых стала вживлять в тела людей. Большинство первых подопытных в итоге превратились в ликанов, а были изгнаны в близлежащую крепость. Следующие 70 лет Миранда проводила свои эксперименты, но почти все подопытные умирали или превращались в ликанов. Немногие из оставшихся представляли из себя что-то ценное. Среди них и были четверо владык Миранды. Альсино Димитреско, Донна Беневиенто, Сальваторе Моро и Карл Гейзенберг. Но даже они, будучи очень могучими, не были подходящим сосудом для Евы. Они лишь закрепили власть Миранды в деревне и вместе с тем тоже начали ставить свои опыты. В начале 50-х Миранда повстречалась с группой ученых, среди которых был Озволл Спенсер, представитель британской знати, желавший стать ученым в сфере медицины. Миранда спасла Спенсера от холодной смерти в горах и увидев в нем потенциал, поделилась своим открытием и своими разработками. Но несмотря на все уважение, которое выработалось у Озволла за время общения с Мирандой, он все же покинул деревню. Ведь все, что нужно было матери, это воскрешение ее ребенка, в то время как цели Спенсера были более масштабными. Он хотел мирового влияния. Получив невероятно ценное знание, он покинул деревню и редко написал Миранде. В одном письме, где благодарил ее за учение, он в шутку подметил, что Миранда могла бы и не узнать или даже не вспомнить того молодого человека, которого когда-то сама и спасла. В качестве памятной дани Миранде, Озволл также выбрал логотип и название своей компании Амбрелла. Ведь видел его на гербе четырех семей и во многих других местах деревни. Уже в 2000-х годах, вероятно из-за проболтавшегося кому-то Спенсера, о Миранде и ее грибке узнала криминальная организация Соединения. Ее представители сами пришли к Миранде и предложили ей помощь в воскрешении ее дочери. Все-таки в отличие от Миранды и ее примитивных инструментов, у ученых этой организации было современное оборудование, которое могло упростить работу. В надежде увидеть свою дочь, она согласилась и передала ученым не только образцы плесени, но даже ДНК своей дочери, которая впоследствии была использована в лабораториях Соединений для создания биооружия Е-типа под названием Эвелина. Но несмотря на прямое участие Миранды в разработке девочки-мутанта, она считала ее лишь жалким недоразумением, а не перерождением своей собственной дочери. Эвелина в итоге была убита во время инцидента на ферме Бейкеров, а уже спустя три года зараженные когда-то плесенью Мия и Итан родили дочь Розу, о которой Миранда узнала от остатков Соединений. Посчитав ее идеальным сосудом, мать Миранда стала строить планы о похищении девочки, параллельно с этим скрываясь от Криса Рэдфилда, пытавшегося избавиться от всех остатков Соединений. Спустя время, благодаря способности Миме Крии, которую Миранда получила благодаря Грибку, она украла Мию, заменила ее собой и даже заставила Итана переехать в Восточную Европу поближе к той самой деревне. Неизвестно, как долго Миранда держала Мию в заключении, но уже 9 февраля 2021 года она была готова украсть Розу, если бы не обнаруживший подмену Крис Рэдфилд. Не оповестив Итана о происходящем, он напал на Миранду прямо в доме Уинтерсов, когда она была в образе Мии. Оставив тело Миранды в доме, Крис приказал своим людям увезти Итана и Розу, рассчитывая в дальнейшем рассказать все Уинтерсу, но, как оказалось, Миранда не умерла. Ей удалось опередить Криса и украсть девочку, после чего Итан и попал в ту самую деревню. Заполучив тело ребенка, она разделила его на четыре части и отдала своим владыкам на хранение. Зачем, спросите вы? Чтобы проверить этот сосуд и окончательно убедиться, что он подходит для воскрешения ее дочери. А когда в деревню явился сам Итан, то в облике старухи Миранда вела его по пути. Она хотела, чтобы он убил уже ненужных ей четырех владык. Все свои планы о перерождении дочери она рассказала Итану после его боя с Гейзенбергом. Она вырвала сердце Итана в попытке убить его, но плесень оказалась сильнее и Итан возродился, получив шанс отомстить. Во время церемонии, когда Миранда рассчитывала воскресить свою дочь, что-то пошло не так и вместо Евы перед ней снова появилась Роза. А сама Миранда стала внезапно терять свои силы, что и позволило Итану не только увидеть ее истинный облик, но и убить. После смерти Миранда практически сразу же была поглощена метамицелием и потому Итану пришлось пожертвовать собой, чтобы избавить мир от плесени. Вот только с учетом того, что плесень всегда хранит в себе память и знания поглощенных людей, не исключено, что в будущем Миранда может вернуться в гораздо более ужасном обличии. Впрочем, то же самое может произойти и с ее убийцей, Итаном Уинтерсом. Отдельную благодарность хотели бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Patreon. Среди них АВВС, Вектор Т-13, Анри Лейд, Пейксон, Витпол, Никлик, Аграэль, Илья Гох, а также многие другие, чьи имена вы видите перед собой. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok